Здравствуйте! Я Юлия Шефер. Это программа «Что происходит в эфире» Черномольской телерадиокомпании. 24 февраля – День независимости Эстонии. Хотя эта дата не имеет отношения к 1991 году по раду суверенитетом, а к 1918 году, когда была принята Декларация о независимости Эстонии. Сколько таких дней независимости будет у Эстонии или сколько таких дней независимых будет у стран других, которые Российская Федерация считает своей зоной влияния? Мы сегодня поговорим с Юрием Романенко, политическим аналитиком. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте! Я предлагаю сразу начать с видео, посмотреть обращение Путина, которое он сделал по случаю принятого предложения установить перемирие в Сирийской Арабской Республике с 27 февраля 2016 года. Давайте посмотрим. Только что состоялся телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой. Инициатива разговора исходила от российской стороны. Но заинтересованность бесспорно была обоюдной. В ходе беседы мы одобрили совместные заявления России и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой стране. Принятию заявления предшествовала интенсивная работа команд российских и американских экспертов. При этом использовался и позитивный опыт, накопленный в ходе взаимодействия по уничтожению химического оружия в Сирии. Наши переговорщики провели несколько раундов закрытых консультаций. В итоге удалось выйти на важный конкретный результат. Достигнута договорённость о прекращении боевых действий в Сирии с полуночи по дамасскому времени 27 февраля 2016 года. Принципиально важно, что Россия и США, как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии, готовы запустить эффективный механизм реализации и контроля за соблюдением режима прекращения огня как со стороны сирийского правительства, так и вооружённых оппозиционных группировок. Для этого будут созданы горячие линии связи и, при необходимости, рабочая группа по обмену информацией. Убеждён, что согласованные с американской стороной совместные действия способны радикальным образом развернуть кризисную ситуацию в Сирии. Юрий, Третья мировая война отменяется или пока откладывается? Да, Третья мировая война просто проходит в других формах. Об этом я с вашим коллегой Сашей Янковским говорил ещё год назад, и полгода назад, и два года назад. Она сегодня проходит в форме региональных конфликтов, потому что наличие ядерного оружия задаёт те рамки, за которые крупные игроки не могут просто перейти. Поэтому такие страны, как Сирия, они оказываются, как Украина, как Сирия, как Мали и масса других стран, средних и мелких, они оказываются в эпицентре такого противостояния. И, собственно говоря, заявление Путина это очень хорошо показывает, потому что пять лет идёт гражданская война в Сирии. Когда я приезжал в Сирию в 2008 году, то страна произведела впечатление абсолютно нормальной, спокойной, хотя там уже накапливались противоречия десятилетиями. Но ничто не говорило о том, что Алеппо, там, где я бывал, Пальмира, или Крак-де-Шевалье, или Дамаск станут эпицентрами таких ожистречённейших боёв. И вот, когда внутренние факторы сложились, и пошёл этот конфликт, в который мешались внешние игроки, которые его всё время подпитывали, то этот конфликт заканчивается ровно до того момента, пока не наступает либо полное исчерпание противоборствующих сил, либо внешние игроки, которые оказывают прямое влияние на эту ситуацию, не договариваются между собой, по поводу того, каким образом, в каком формате этот конфликт закончится. Точно так, как это было в формате деталских соглашений относительно войны в Бослии в начале 90-х годов. Собственно говоря, здесь мы видим такую же ситуацию, когда Россия входила в активную фазу сирийского конфликта в осенью прошлого года. Я Александру, который сидел на этом же месте, где вы, говорил, что у Путила есть всего адресат этого, скажем так, адресат такого действия, это Обама. Потому что, используя ситуацию на Ближневостоке, он хочет добиться изменения баланса сил таким образом, чтобы выйти из украинского конфликта и решить для себя те кризисные моменты во внешней политике России, которые обозначились после 2014 года. И, собственно говоря, вот это заявление Путина, если оно будет реализовано, и действительно после 27 февраля произойдет определенное уменьшение эскалации конфликта, которое в последней неделе подошло к такой новой фазе апогея, то тогда это будет говорить о том, что действительно есть достигнуты определенные компромиссы между Обамой и Путиным, где у каждой стороны есть свои мотивации. Мотивация Путина, я говорил, мотивация Обама заключается в том, чтобы закончить свою вторую каденцию миротворцем. О чем, на лозунгах чего он пришел первый раз в кресло президента Соединенного Штата в Америке. И, соответственно, ему необходимо уйти в сильную позицию, потому что если он закроет все основные конфликты, а конфликт в Сирии является одним из ключевых, на сегодняшний момент, и закроет ту же самую украинскую повестку, то тогда он отдаст очень сильный пас Хиллари, либо другому кандидату, который будет от демократического лагеря, и тем самым обеспечит ему хороший рейтинг во время президентской кампании осенью этого года в Штатах. Вот, собственно говоря, это влечная такая рамка. Там есть региональные игроки, Турция та же самая, которая тоже активно играет, и у которой есть обозначились противоречия и со Штатами, в том числе по курдскому вопросу. Но очевидно, что Штаты найдут аргументы, если нужно будет убедить для того, чтобы выйти из этого конфликта, закрыть его, по крайней мере, притушить, выйти из него полностью будет невозможно. И Путин не случайно оговорил те точки, которые будут говорить о том, что проблема того же исламского государства и других радикальных группировок, типа там Аль-Нусры, она не будет решена одномоментно. И они будут бомбить их дальше, но уже тем самым обозначив возможность создания коалиции, в которой заинтересованы Франция, прежде всего, в Европе и Штаты. И таким образом, вот наличие общих, длинных, каких-то либо коротких стратегических целей, оно создает условия для того, чтобы действительно такое соглашение могло сработать. Но, опять-таки, здесь стоит вспомнить, что это не первое соглашение, потому что все мы помним в сентябре 2013 года о том, как Обама и Путин разрулили ситуацию с применением... Там даже прошли... Да, химического оружия, и была заключена сделка, где, по всей видимости, частью этой сделки было соглашение по Ирану, по прекращению его ядерной программы в обмен на снятие санкций. По всей видимости, там могла быть и Украина, во всяком случае, злающие люди говорили. То есть, была такая широкая сеть разменов между крупными игроками, где каждый фиксировал свои сферы влияния. Но дальше, вот в том числе и из-за Украины, прежде всего из-за Украины, что-то пошло не так. Пошли сбои, которые привели, ну, как бы ситуацию в мировой системе в состоянии такой обостренной турбулентности, которая абсолютно не закончена. Поэтому, ну, очевидно, что эти ходы, вот по Сирии, они будут в том числе и связаны и с нами, потому что вот к нам прилетел Оланд из... Не Оланд, а глава МИД Франции и Германии. Да, они привезли предложение по минскому формату. Ну, на сегодняшний момент известно, что они не настаивают принять изменения в Конституцию, поскольку они невозможны из-за того, что нет 300 голосов в парламенте, и из-за политического кризиса связывалось с правительством, эти голоса не найдутся, это совершенно очевидно. Поэтому они сейчас переносят вектор, скажем так, изменений, которые необходимы для реализации минских соглашений, в плоскость принятия закона о выборах на Донбассе. Я думаю, что основные моменты, которые нас интересуют, будут сейчас запаковываться там. То есть все стороны, Германия, ключевые, которые играют в украинской повестке и в сирийской повестке, Германия, Россия, Франция, Штаты, Турция, но прежде всего первые три, плюс Россия, они заинтересованы в том, чтобы законсервировать эту ситуацию и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Турция отдельная тема, потому что Турция, я думаю, что даже если Штаты ее будут заставлять к тому, чтобы они смягчили позиции по курскому вопросу, я думаю, что Турция все равно будет играть в свою игру, несмотря ни на что, потому что для нее это слишком болезненно, и курская проблема является очень серьезной. Конечно, переносить на свою территорию конфликт с Курдами они не намерены. Скажите, Юрий, вот тон Путина отличается от Тона Медведева, который ранее обращался к участникам Мюнхенской конференции. С чем это связано? Это связано с тем, что они уже о чем-то договорились? Или он пошел на попятную? Что это значит? Я думаю, что это связано с тем серьезным положением в экономике России, которые существенно ослабили ее позиции, которые ставят Россию перед очень серьезными вызовами. Поэтому россияне преуспевают в надуте мыльных пузырей. Только такая страна могла родить такого гениального писателя, как Пелевина, который весь этот постмодерн и постмодерную государственность расписал во всей Красии. И многие его тексты были просто пророческими, как относительно России, так и относительно Украины, кстати. Поэтому они все время надували этот мыльный пузырь, что мы производим впечатление сильной державы. Но, как говорил один чешский журналист, который долго жил в России, был корреспондентом одного из чешских изданий, что Россия производит впечатление сильной державы, а больше ничего не производит. И вот когда столкновение фантазии со скалами реальности рано или поздно происходит, то мыльный пузырь начинает лопаться и становятся очевидными те пределы, за которые не может перейти даже такая большая, крупная держава. влиятельная, как Россия. Вот поэтому скалы реальности, они заставляют Путина не... Он же вполне рациональный политик, и он имеет четкое видение того, с какими вызовами он сегодня сталкивается. Они заставляют искать компромисс по поводу того, чтобы выйти из вот этой ситуации, из Украины, Сирии и прочих конфликтов с минимальными издержками, чтобы стабилизироваться, чтобы дальше провести модернизацию армии, только на которую опираясь, Россия может оставаться быть великой державой. А для этого нужны экономические ресурсы. Экономические ресурсы напрямую зависят от той ограниченной конъюнктуры сырьевых товаров, которые она может продавать на внешних рынках. А это, в свою очередь, требует договоренностей с крупными партнерами, да, в том числе, и на Западе, но и в ОПЕК в том же самом. То есть русским необходимо маневрировать. Поэтому они пытаются сегодня расширить пространство для маневра, чтобы не опрокинуться. Потому что во внутренней повестке на самом деле Россия сталкивается с такой же революционной ситуацией, как и Украина. Просто из-за того, что государство более мощное, и институты спецслужб там... Более полицейские. Более системные. Там реально полицейское государство. Это все быстро, ну, как бы конфликтные ситуации быстро придушиваются. Но их можно было придушивать, используя кнут и пряник в качестве кнута силовиков, в качестве пряника расчеты центра с региональными элитами, которым давали различные там субвенции. И за счет этого удавалось держать в орбите, скажем так, управления Кремля Кавказ, по Волжье там. То сегодня вот этот поток и сяк, и возникает вопрос, как расплачиваться с региональными элитами, которые в свою очередь расплачиваются... И привыкли уже получать. Да, и привыкли это получать. То есть, когда ты повышаешь Россию, реально с 90-х годов, когда там она находилась в тяжелой экономической ситуации, она очень существенно увеличила уровень своего благосостояния, приблизив его приблизительно там к 15 тысячам долларов на душу населения. Но из-за того, что только в прошлом году обесценился рубль, там, в больше, чем в два раза, по сути, произошло очень существенное уменьшение доходов населения. Тогда как издержки, они продолжали оставаться высокие, продолжают оставаться. Необходимо модернизировать армию. Были запущены большие проекты инфраструктурные, которые были связаны с западными кредитными деньгами, от которых Россия была отрезана. И, как следствие, вот эти все издержки, плюс внешние конфликты, в которые ввязался Кремль, все это требует огромного количества ресурсов, которых все меньше, меньше, меньше и меньше. Поэтому Россия, столкнувшись с этой революционной ситуацией, ее элита пытается изменить, точно так же, как и наша, она пытается изменить ландшафты так, чтобы ничего, по сути, не изменилось. Но, по всей видимости, здесь не удастся это реализовать, потому что российская медаль, как и наша, она строилась на проедании того наследия СССР, которое было, и проедание тех сырьевых ресурсов, которые есть на территории этой страны. И если не изменить вот эти вот дисбалансы, если не решить проблемы региональных дисбалансов, религиозных, этнических, которые везде существуют, то будут микро- и макровзрывы в регионах, по всей видимости, которые очень часто вообще не контролируются, что приведет к серьезным проблемам. Я не говорю о развале России, как у нас многие говорят. Давайте вынесем это за скобки. Представим, что это худший сценарий, на самом деле, в том числе и для Украины. И те же Штаты, например, не хотели бы, чтобы Россия развалилась, потому что это создаст массу вопросов по поводу ядерного оружия, терроризма, всего чего угодно. Но само проваливание России во внутренний коллапс в том или ином виде, оно создаст массу рисков и массу вызовов, которым мы в том числе не готовы организационно. Например, что мы будем делать с беженцами, с наркотрафиком, который идет через Центральную Азию из Афганистана, терроризмом и прочими-прочими вещами. Поэтому нужно понимать, что Россия, она точно так же, как и мы сегодня балансируют, и вообще все постсоветские деспотии, как я их называю, они сегодня балансируют на грани такого коллапса серьезного, связанного с тем, что большинство из них, эти 25 лет независимости после Советского Союза, они потратили на полноценную модернизацию. И теперь старые модели исчерпаны. И ключевой вопрос заключается в том, кто как будет коллапсировать, кто как будет пытаться предотвращать коллапс, за счет кого и за счет каких ресурсов. Тем не менее, Россия продолжает играть по своим правилам. Бывший посол США в Украине Джон Хербс говорит, что новая установка Кремля в отношении Запада, либо мы играем по новым правилам, либо вы играете по нашим правилам. Я предлагаю посмотреть материал наших коллег из настоящего времени. В котором говорится о дилемме, перед которой стоит Запад. Как вести себя с Россией на условиях. Камнем преткновения в отношениях Запада и России, наряду с украинским кризисом, становится так называемая серая зона Европы. Так условно и не очень лестно западные политологи прозвали те бывшие советские республики, что отделяют Россию от Европы, с одной стороны, и от Ближнего Востока, с другой. К ним относятся Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Все они представляют собой молодые, суверенные государства, сталкивающиеся с острыми проблемами в определении дальнейшей международной ориентации. Владимир Путин с момента возвращения в кресло президента Российской Федерации активно демонстрирует намерение неуклонно расширять сферу международного влияния России. Неудивительно, что Москва обращает особое внимание как раз на указанные страны. В течение 20 лет я задаю моим российским коллегам вопрос, что лучше для России, чтобы граничащие с ней небольшие государства были стабильными и процветающими, или чтобы они были слабыми, нестабильными и охваченными конфликтами. К сожалению, мои российские коллеги всегда отвечают, второй вариант для России лучше. Сигнал тревоги в Кремле сработал в конце 2004 года, когда в Украине разразилась оранжевая революция. Власти России восприняли положительную реакцию Запада на события в Киеве как намерение разрушить все сферы российского влияния. Аннексия Крыма стала недвусмысленным ответом Москвы на решение Украины взять ориентацию на Западную Европу. Вот почему, считают американские эксперты, украинский кризис нельзя рассматривать как просто региональный. Новая установка Кремля в отношении Запада, говорит бывший посол США в Украине Джон Хербст, достаточно ультимативна и звучит примерно так. Или играем по новым правилам, или играем без правил. Я считаю, что ответ Запада на аннексию Крыма должен быть более жестким. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что мы должны поставлять Украине вооружение. Я верю, что если бы мы это делали, поведение России было бы более взвешенным. К сожалению, к такому коллективному мнению западные страны пока не пришли. Так или иначе, сейчас, утверждают многие западные аналитики, не время для взаимных ультиматумов. У России и европейских держав слишком много общих проблем, которые не позволяют им игнорировать друг друга. Среди них борьба с терроризмом, перепады на мировом энергетическом рынке, миграции населения, климатические изменения, безопасность в Арктике и многое другое. В гуще всех этих проблем украинский кризис все реже упоминается на первых полосах западных газет. Но для стабильности и безопасности Европы он, по мнению многих американских экспертов, остается самым насущным вопросом. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Юрий, что делать в Украине, чтобы выйти из серой зоны и стать субъектом на международной арене? Да, господи, это ясно, как был божий день. Перестраиваться, быть более устойчивой, ее институты государственные, даже быть более адаптивными, для того, чтобы максимально эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть. Потому что на самом деле для Украины вопрос заключается не в том, даст или не даст штаты, либо Европа оружие, либо какую-то помощь, а в том, каким образом мы используем наши собственные ресурсы. Потому что если наши государственные институты неэффективно работают, то даже те огромные ресурсы, даже небольшие ресурсы, которые нам даем Запад и которые нам, в принципе, так нужны, мы их неэффективно используем. И даже если бы нам давали в 10 раз больше, то мы бы их точно так же неэффективно использовали. Поэтому проблема не в Западе, в том, что он хочет нас поддерживать, а в нас. Для Запада сегодня, прежде всего для Штатов, Украина является, знаете, такой хеджевой фишкой, то есть рисковая такая игра, когда, с одной стороны, есть лояльный режим в лице Порошенко и Цинюка, но, с другой стороны, абсолютно непонятна его жизнеспособность. То есть делали ли бы вы на бирже ставку на компанию, которая, с одной стороны, сулит какие-то определенные доходы в какой-то долгосрочной перспективе, но, с другой стороны, абсолютно непонятно, насколько она сможет избежать коллапса уже в ближнесрочной перспективе. По всей видимости, нет. Запад действует точно в такой же рациональной логике. То есть ему необходимо, конечно же, было бы выгодно, особенно для Штатов, было бы выгодно, чтобы режим здесь стабилизировался, политический режим действующий стабилизировался, и Украина проявляла дальше лояльность и была таким фортпостом Штатов в Восточной Европе. Но и все их действия показывают, как мы видели на примере кризиса правительственного, когда произошло обострение за уходом Абрамовича, что они действовали именно в таком ключе. Сохранить существующее правительство, сохранить существующий политический режим, законсервировать ситуацию до того момента, пока не вызрают новые политические элиты, и ситуация не вызрает таким способом, чтобы можно было прогнозировать успешный исход любой конфигурации, скажем так, политической борьбе. Поэтому мы должны перестать смотреть на Запад с открытым ртом и должны обратиться к самим себе, что мы делаем в конкретной ситуации, почему у нас не получается. И если мы понимаем, что у нас не получается, и какие ресурсы нужны для того, чтобы исправить, то мы должны идти в этом направлении. Но это требует пересмотра очень многих вещей внутри нас самих, потому что даже такая банальная ситуация, как с этим убийством полицейскими молодого человека при задержании, она показала, что наш социум не готов к личной ответственности за деяния, которые в любой нормальной западной стране являются преступными. И на протяжении последних дней мы видим динамику, продолжают дальше разбиваться какие-то там пьяные люди на автомобилях, ничего не происходит, чтобы указывало, что наш социум ведет большую напряженную работу. А точно так же, как не ведет такую работу наша элита, потому что социум необходимо подталкивать к выводам правильным, показывать. Элита должна выполнять функции глаз и мозгов, которые направляют социума вперед. Так вот, поскольку наша элита такую функцию не выполняет, то мы сегодня напоминаем картину слепые Питера Брейгля, старшего, по-моему, или младшего, где слепой идет, падает в яму, а следом за ним идут слепые, которые за него держатся и падают тоже в яму. Так вот, пока не откроются глаза, и мы не поймем, что проблема в нас самих, в изменении отношения к окружающему миру и к нам самим, в организации нас самих, в организации тех прогрессивных социальных групп, которые кристаллизировались в ходе Майдана, и сегодня идет их организация. Украина будет продолжать оставаться серой. Мы будем терять территорию, мы будем продолжать оставаться серой зоной, мы будем fail state или failing states. И, в общем-то, изменения к лучшему будут в духе вечной перспективы, которая вот-вот наступит, но никак не наступит. Юрий, а то, что 22 февраля была обнародована стенограмма заседания СНБО по ситуации в Крыму, 28 февраля 2014 года, кому это выгодно? Зачем она была опубликована? Потому что, например, Юлия Тимошенко, которая была участницей того заседания, она назвала обнародование этой стенограммой преступлений. Что вы по этому поводу думаете? Ну, давайте называть вещи своими именами. Все в политической тусовке знали об этих разговорах на этом заседании СНБО. Никого не было им секретом, что Тимошенко говорила там именно... И Турщинов говорил перед этим о том, что была ситуация такая. Поэтому эта ситуация, она, конечно же, в первую очередь интересна тем, кто не так интересуется политикой, и кто неглубоко, в общем-то, видит эти все процессы. И поэтому там может быть для них, для таких людей, может быть какие-то откровения, сенсация. Но на самом деле, ну, понятно, кому это выгодно. Это выгодно Турщинову, это выгодно Порошенко, с которым Турщинов находится в связке. И таким образом обнародование этих... Эта стенограмма, оно свидетельствует о том, что основных конкурентов, которые там фигурируют, а там есть и Аваков, там есть и Наливайченко, и Тимошенко, это же самое. Их просто пытаются ослабить их позиции в преддверии парламентских выборов, которые неизбежно будут в этом году. Вопрос только заключается в месяце. Но, но, ключевой вопрос не в этом. Все обращают внимание на такие вот банальные вещи, там, кому выгодно, кто что сказал и так далее. Потому что, в целом, как сказал мне Микола Версень, когда мы с ним общались в одном из эфиров, что я не вижу там Наполеонов. И я тоже не вижу там Наполеонов. Даже Турщинов не выглядит там Наполеоном, хотя он, ну, как бы, такой показывает более достойную, более решительную позицию. Самым ключевым, что там было, это было то, что никто из них не оценивал адекватно ситуацию. То есть, они не рассматривали правильно логику путинской игры, именно вот этой вот гибридной войны, в которой находилась Украина. И поэтому мы видим там эти сообщения о том, что Россия сконцентрировала там несколько 30 или 40 тысяч войск, и что это означает, что она может вторгнуться в Украину. И вот этот аргумент все время притягивают за уши, все эти два года нам рассказывают, что вот-вот произойдет вторжение. Хотя всем уже давно было понятно, и тогда это можно было понять, что никакого широкомасштабного вторжения Россия не готовит, потому что для того, чтобы взять Украину под контроль, требуется приблизительно около полумиллиона человек. И для такого широкомасштабного вторжения у России просто нет армии. И армия в этом плане России просто и не нужна, потому что она может добиваться своих целей, разрушая нас изнутри, используя противоречия внутри элиты, играя на этнических, там, межконфессиональных и прочих настроениях, используя инструменты коррупции и прочее, которые, собственно говоря, позволили создать вот эту ситуацию в Крыму и на Донбассе. То есть первоначально было понятно, что война будет гибридная, но не полномасштабная. Да, и если бы мы правильно понимали цели, точнее говоря, правильное руководство понимало цели в тот момент, то, например, мы бы не допустили таких ошибок по Донбассу, в которой, и я писал тогда, это в апреле 2014 года, я очень много статей писал на этот счет, что мы не должны входить в активную силовую фазу противостояния на Донбассе. Мы должны максимально, насколько можем, обжать по периметру вот этих вот сепаратистов, но не дать возможности перерасти этому процессу в широкомасштабное столкновение, которое будет проливать много крови. Почему? Потому что в тот момент, когда начинается кровь, то включаются абсолютно другие механизмы. Сколько за око, сложно остановить процесс, который... Да, это во-первых. Но самое главное, в какой логике я апеллировал? Я апеллировал к логике новых войн. То, о чем говорит западная исследовательница Мэри Келдор в книге «Старые новые войны», которая говорит о том, что такие войны гибридные, они создают самоподдерживающуюся инфраструктуру самих себя. И вот в тот момент, когда начинается такая война, то там создаётся социальная инфраструктура, где часть социума заинтересована в том, чтобы эти действия продолжались бесконечно. Например, когда вырезаются все эти заводы на Донбассе, вывозятся в Россию, то то население, которое там остаётся, оно по большому счёту заинтересовано в конфликте, потому что ему больше негде себя реализовать. Ему нужно либо бежать оттуда, либо идти в ополчение, так называемое... Им негде работать, не возможно проторгаться. Да, ДНР, ЛНР, да. Точно так же, как и руководство этих квазиреспублик, которое заинтересовано в контрабанде, всех этих серых и тёмных схемах, которые позволяют получать сверхприбыли и, собственно говоря, давать возможность их режимам существовать. Так вот, для того, чтобы избавиться от кошмара вот этих вот гибридных конфликтов, мы должны во всём вносить ясность. Вот сегодня ключевая проблема заключается в том, что не определены границы этих раковых образований, не определены характер взаимоотношений с ними. И как следствие, мы теряем огромные ресурсы, мы теряем огромные деньги, и мы теряем время в тот момент, когда мы должны сконцентрироваться на самих себе. Вот, поэтому мы должны перестать идти вот в русле Минска, который нам был навязан в том числе, потому что мы не предлагали альтернативные стратегии, а вносить свои альтернативные шаги, которые бы позволяли использовать и минский формат, и наш формат. Например, идея, о которой я говорил, опять-таки, изначально, начиная с весны 2014 года, мы должны провести референдум относительно признания этих территорий, дать им статус оккупированных. То есть перестать играть по правилам, которые нам навязывают со стороны, перестать играть в право сильного, воспринимать Россию как сильного соперника. И Запад в том числе, потому что Запад тоже преследует свои интересы. Они хотят, точно так же, как по Сирии, они хотят затушить этот конфликт как можно быстрее, с учетом своих собственных интересов. Так вот, если мы проведем референдум, и большинство населения скажет, да, что мы признаем эту территорию оккупированной, мы снимаем с себя все социальные сдержки, пусть они на своей экономической базе или с помощью России, как угодно, что делают. Но мы сохраняем за собой право признавать, что это украинская территория. До того момента пока не будет разрешен этот конфликт. Но на сегодняшний момент мы фиксируем, граница здесь, издержки мы социальные не несем. Торговлей, да, торгуем официально, уголь, что нам нужно, металл. Это поможет законсервировать эту ситуацию и начать как-то... Да, и это позволит уйти из вот этих серых лакумб, которые нас загоняют, потому что мы не должны, нас могут вогнать ситуацию еще худшую, чем была у Молдовы с Приднестровьем, потому что Молдове в конце концов удалось как бы законсервироваться, отсепарироваться от этого образования в ПМР. А нам же, наоборот, пытаются его внести внутрь, таким образом, чтобы они получили блокирующий пакет в Верховной Раде. Тем самым, ну, по сути, будет парализована любая внутренняя и внешняя политика в плане решения стратегических каких-то проблем. Вот. И есть масса вещей, которые, ну, по большому счету, превращают нас в квази-государство. То есть есть реальные способы остановить вот этот ползучий сепаратистский конфликт и законсервировать эту зону и начать, наконец-то, избавляться от серости в нашей стране. Да, есть варианты, которые мы должны предлагать. Сегодня у нас в гостях был политический аналитик Юрий Романенко. Юрий, спасибо огромное. Мы сегодня говорили о серых зонах, о праве сильного, о том, как Украине перестать быть субъектом интереса в Российской Федерации, стать субъектом международной арены. Это программа «Что происходит» в эфире Ченоморской телерадиокомпании. Я Юлия Шефер, ее ведущая. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»